Друзья, всем доброго времени суток. С вами Виктор Князев. И в этом видео мы с вами рассмотрим, какой браузер для Windows 10 наиболее удобен, какой обладает лучшими преимуществами и возможностями, и, возможно, выберите для себя самый наиболее подходящий для вас браузер. Итак, друзья, открываем браузер. У меня по умолчанию стоит браузер Windows 10 Mozilla, то есть я им пользуюсь как основным браузером. Мою статью об этом вы можете почитать на моем блоге, предыдущая статья. А сейчас мы с вами определяемся, почему же я поставил браузер Mozilla основным браузером, по умолчанию. Причин на то, друзья, несколько. Прежде всего, это возможность иметь боковую панель закладок, вот она здесь слева, то есть она обладает большими возможностями, позволяет быстро и оперативно открывать любой сайт-блог, который у вас есть в закладках, организовывать очень быстро и грамотный поиск этих закладок, допустим. Ну, вот я погоду хотел узнать, допустим, в Таиланде. И, таким образом, быстро этим пользоваться. Кроме того, в этом браузере очень грамотно организована система открытия с пустого листа, что это из себя представляет. То есть я открываю чистый браузер, он не открывается в таком виде. Эта возможность далеко не у всех браузеров есть, то есть там либо реклама, либо еще какие-то там места, которые отвлекают нас от работы. Мы здесь, открыв чистый листочек, начинаем сразу двигаться по тем вопросам, какие нам необходимы. Ну и кроме того, его очень удобно и быстро настроить под себя. Заходим, друзья, здесь три черточки, это меню. Заходим здесь, находим настройки, и заходим в настройки, смотрим, что же здесь интересного в этом браузере есть, и каким образом его можно использовать в Windows 10, настроить его под себя. Прежде всего, в самом начале, друзья, у меня вот здесь написано, что он является основным. Значит, если у вас не таковой, то вы можете либо его сделать, поставив галочку, либо не делать этого. В зависимости от того, каким браузером пользуетесь. Далее, здесь обязательно я предлагаю вам поставить точку, показывать пустую страницу. Это тот момент, о котором я говорил ранее. Далее, здесь, друзья, мы обращаем внимание вот на этот пункт файлы приложения. Здесь загрузки. Укажите, пожалуйста, папочку, создайте ее предварительно. Можете прямо здесь ее создать. Лучше создать заранее. И таким образом, на своем компьютере найти папку, в которую будут загружаться все ваши файлы непосредственно вашего компьютера. То есть, у меня они на диске C, папочка загрузки называется. Вот она. Таким образом, у вас появится вот такая надпись, либо C, либо D, в зависимости от того, какую папочку вы выберете, какой диск. И все файлы будут загружаться именно в нее. Далее, здесь очень важно еще посмотреть на поиск. То есть, в поиске определить либо вид панели поиска. У меня вот поиск панель на панели инструментов. То есть, это вот отдельная панель, друзья. Если ее не использовать, то может быть в общей строке. Но я привык отдельно пользоваться, чтобы не путаться. И для меня это наиболее удобно. Далее, поисковая система. По умолчанию у меня Яндекс. Я все остальные удалил. Яндекс и Гугл только есть. Далее, здесь, в принципе, все по приватности. Здесь обязательно посмотрите, чтобы галочка была. Запоминать логины и пароли для веб-сайтов. Ну и по непосредственно аккаунту Firefox, это синхронизация и сохранение закладок. Сегодня все браузеры имеют такую возможность сохранения и восстановления закладок, их синхронизация в облаке соответствующего браузера, что позволяет вам без проблем быстро и с удовольствием воспользоваться теми закладками, которые у вас есть на этом компьютере, на любом другом устройстве, вплоть до андроида и так далее. Это очень удобно. Как этим пользоваться, можете посмотреть в одной из моих статей. То есть, у меня вот он синхронизирован и все, и если я сейчас на другом компьютере открываю, и у меня через эту почту синхронизирован, то все эти закладочки точно такого же виде находятся на другом компьютере. То есть, это очень удобно, друзья, это полезно и этим есть смысл пользоваться. Далее переходим к другому браузеру. Это Google Chrome. То есть, он у меня используется как дополнительный браузер. Друзья, по поводу количества браузеров сразу оговорюсь. Их должно быть не меньше, как минимум двух, у меня их шесть, потому что я, кроме того, еще занимаюсь созданием HTML-страниц и так далее, проверяя в том числе и на соответствие в этих страничках, этих созданных страниц в этих браузерах. Кроме того, обязательно нужно иметь два-три, потому что бывают случаи, когда вы не можете зайти в комнату, не можете зайти на какой-то сайт-блог. И для этого есть смысл просто быстро открыть другой браузер и проверить на нем наличие и работу того или иного ресурса. Итак, чем интересен Google Chrome? Ну, в принципе, это у меня второй браузер, я им пользуюсь тоже довольно часто. В нем есть одно из новшеств – это голосовой поиск. То есть, делается это следующим образом. Вы просто нажимаете сюда и появляется у вас такая панель. Вот он сразу, видите, нашел те слова, которые я говорил. То есть, таким образом вы можете воспользоваться голосовой панелью очень быстро. Далее, здесь также есть возможность закладок использования, но они, к сожалению, либо в этой панельке верхней могут находиться. Я сюда поставил диспетчер закладок. И открываться могут вот так, только после нажатия. Сразу они не появляются. Ими тоже можно пользоваться, но поиск здесь находится с правой стороны закладки. И вы здесь можете этим воспользоваться, поиском то, что находится у вас в закладках. Но, кроме того, эти закладки, они имеют определенную длину и больше. Еще там 2-3 закладки, у меня большой монитор. Они уже дальше сохраниться не смогут. Приходится воспользоваться этим диспетчерным закладок. Здесь, в настройках, друзья, что интересно и чем характерен Google Chrome, это у него есть тоже панель настройщик. И здесь мы можем также определиться по поводу синхронизации. Она у меня тоже включена здесь. У меня все браузеры синхронизированы между собой. На всех компьютерах открываются с одними и теми же настройками. Далее, здесь обязательно очень важно определиться по поводу также сохранения. То есть нажимаем на дополнительные настройки внизу и ищем пункт, который называется у нас скаченные файлы. Вот он находится. Здесь у меня тоже все в C загрузки. У меня все браузеры закачивают все файлы, которые через них я скачиваю. Папочку C загрузки. Здесь обязательно, друзья, вот этот чекбокс можно выключить, указывать место. И тогда вы сможете изменить свою папочку и определить ее место на компьютере для того, чтобы все файлы закачивались именно в нее. Ну и следующий браузер, друзья, это Яндекс.Браузер. Здесь тоже закладки, также в верхнем меню может быть. В небольшом меню тоже определенное их количество. Заходим в настройки. Здесь у нас с вами есть тоже настройки. Здесь сразу мы можем тоже синхронизацию. У меня тоже синхронизация включена со всеми Яндекс.Браузерами на всех компьютерах. И здесь, друзья, мы можем сразу определиться по поводу тому, куда мы сохранять будем свои файлы. Вот тоже здесь в дополнительных настройках смотрим. И находим, вот у нас загруженные файлы. Папочка C загрузки. Мне тоже точно таким же образом нажимаете изменять и определяете свою папочку в компьютере, в которой будут сохраняться все ваши скачанные файлы. Но настроек здесь еще очень много, в принципе, можно найти, хотя они не особенно важны и принципиальны. Поэтому все остальное, если вы хотите больше разобраться со своим браузером, как определить синхронизацию, как работать с теми же дополнениями и вопросами расширений, то, пожалуйста, обращайтесь к моим прошлым статьям. Вы там найдете весь этот необходимый материал. На этом, друзья, я этот обзор заканчиваю. Успехов вам, определяйтесь, с таким браузером вам удобнее всего работать. Ну и до новых встреч.